И вот очередное открытие новосибирских ученых. В Академгородке создали полупроводник толщиной всего в 1 нанометр. Это значительно тоньше человеческого волоса. Пленку из металлов и неметаллов выращивают в лаборатории. Ученые доказали, что ток в таком материале течет по законам квантовой физики. Электроны практически не теряют энергию при движении. Как исследование может изменить жизнь людей, выясняла Екатерина Стывко. Этот красивый серебристый кристалл ученые вырастили из селена и металла висмута. Когда-то изучение топологических изоляторов началось именно с таких достаточно объемных материалов. Но чтобы на их основе в перспективе сделать какое-либо оборудование, необходима очень тонкая пленка. И ученые научились выращивать и ее. Толщина этой в тысячу раз меньше человеческого волоса. В лаборатории Института полупроводников устройство, похожее больше на космический корабль. Это инкубатор. В нем из пучков атомов ученые выращивают топологические изоляторы. Свинец, олова и телур. Вот здесь располагаются источники. Это такие небольшие печки. Источник загружается, потом разогревается. И это вакуумная камера. Источник напыляется на подложку. Ученые считают, в таких проводниках линейное движение электронов за счет квантовых характеристик, спинов. Они встречают меньшее сопротивление, а значит теряют минимальное количество энергии в пути. Электроприборы, смартфоны, компьютеры на таком источнике питания должны отличаться быстродействием и низким энергопотреблением. Сейчас исследователи экспериментируют с магнитным полем. На пленку наносят контакты. И они немножко обладают разными магнитными свойствами, эти контакты. Дальше мы пускаем ток между ними. И магнитным полем мы можем сделать так, что один контакт намагничен в одну сторону, а другой противоположно. Ну или даже переключать его. При этом один фиксирован. Следующий шаг, и тоже уже пытаемся сделать, это сделать транзистор на этом. То есть еще управлять с помощью затвора. В соседней лаборатории изучают свойства топологических изоляторов. Пластину помещают в устройство и бьют по ней рентгеновским лучом. Пики на графике, вылет электронов. Спектр показывает, из чего состоит вещество и по какой траектории движутся частицы внутри. Говорить о внедрении таких полупроводников в жизнь пока рано, считают ученые. Но ускорить исследование должен СКИФ. Там у сотрудников института будет своя станция с фотоэлектронным спектрометром. Екатерина Стывко, Евгений Агеев. Новости ОТС.